Битва экстрасенсов Я знаю, что у вас очень плотный график Тем не менее, вы нашли время, пришли к нам сегодня Это очень приятно Спасибо вам отдельное за это Очень хотелось с вами пообщаться И я знаю, что в том числе нет времени Да дольше остаться во Владивостоке Потому что у вас сейчас съемки нового проекта Не поделитесь секретом какого? Уже прослышали Да, я начинаю с съемки нового проекта И так сложилось, что именно ваш город Стал первым городом, куда мы приехали 9 часов лету Они прошли даром Съемка вчера прошла 24 часа Не останавливайся Читайте, две-три смены совмещенные Сказать о сути проекта не могу Но, как всегда, это помощь людям Это расследование Это восстановление картины То есть я правильно понимаю Непосредственно жители Владивостока Также принимали участие в съемках? Конечно, герои являются люди В город, в который мы приезжаем Но это был не Владивосток Мы еще ехали 300-350 километров от Владивостока Маленький городочек Такой, я не знаю, поселкового типа Жителей там всего 4,5 тысячи Но это говорит о том, что география запросов Наш проект, она велика И не важно, деревня это или город Безусловно, это так Все являются поклонниками известного проекта Битвы экстрасенсов, в котором вы принимали участие Вы финалистка 13-го сезона Насколько я знаю, вы не сразу дали согласие Вас долго приглашали стать участницей этого проекта Почему так произошло? Да, это очень сложный проект На самом деле для каждого участника То, что было на моем сезоне, я могу вам сказать То, что было после, это уже не моя компетенция Решение принимается тяжело, потому что я понимала Как телевизионщик в своей жизни, как это делается И я понимала, что как профессионал уже в психоэзотерике Что есть большая не только конкуренция Но и есть люди более харизматичны в этом поле деятельности Отказывалась, потому что было очень много и своих работ И случались семейные сложности Но когда я дала согласие, я поняла, что именно 13-я должна стать Такой кардинальной точкой Тяжелый проект, очень Ну, я также читала в вашем интервью, что в том числе вы пошли туда Потому что хотели донести до людей, что ваша работа так же Люди вашей свидетельности тоже умеют работать, умеют это делать качественно, хорошо Если вы задаете вопрос, почему я пошла, то это совершенно другая история Я пошла в проект только для того, чтобы показать альтернативные методы работы Зрителю за 12 сезонов показали, что человек может видеть, чувствовать Если он свечку зажег, бумажки пожег, дымом там помахал, землю там переворачивал На самом деле мы живем немножко в квантовом таком мире И все технологии, вот это называется деревенская магия Они не устарели, они работают, но они работают немножко на другой вибрации Это то же самое Можно копаты траншеи выкопать, можно экскалатором А сегодня это можно делать ультразвуком, правильно? Так вот, то, как работаю я, это немножко квантовые технологии Мне для того, чтобы что-то изменить, не нужна фотография, свечи, иголки Я могу это сделать в голографическом пространстве и гораздо быстрее Поэтому мне хотелось показать именно эту работу Как ты входишь в поток, как ты считываешь информацию, как это может происходить Конечно же, для телевидения вы, как телевизионщик, должны понимать, что нужны зрелищные вещи А в данный момент времени я могу просто встать, выстроиться таким образом, чтобы получить этот поток И выдать эту информацию, не двигаясь, понимаете? И это воспринимается просто как заученный какой-то текст На самом деле это та технология, к которой будем мы сегодня постепенно подходить Это работа, работа уже мозга вместе со всеми телами И сегодня для меня высший комплимент, когда мне звонят и говорят Фатима Магомедовна, Фатимечка, подумай обо мне Вот так Ну, хочу сказать, дополнить, что на самом деле я знаю очень многих людей Которые как раз сторонники верить больше таким специалистам, как вы Потому что многие считают, что все вот эти элементы, скажем так, высшей магии Это больше антураж и действительно впечатляет именно такая, как у вас, работа Спасибо вам за то, что делаете Спасибо за вот эту оценку Ну, та работа, она является, как сказать, историей Вы знаете, есть медицина, а есть история медицины Вот история медицины – это как раз вот эти пиявки, фитотерапия, камни лечения, литотерапия То есть это вот такая основа, которая никуда не девается Это не говорит о том, что она не работает Она работает, но она работает немножко медленнее, немножко по-другому А сегодня есть медицина, другая Я ее называю инструментальная медицина, технологическая Поэтому одно дополняет другое Но никакая фитотерапия, например, не сможет сегодня вырезать миндалин Если в этом уже назрела необходимость Все должно использоваться ровно тогда, когда к этому есть время Самое главное в этой истории – это знания И своими знаниями вы как раз готовы делиться в том числе с жителями Владивостока сегодня Это очень здорово, я знаю, что есть планы на наш город Это ваш первый визит, но не последний Так сложилось, что не я приехала во Владивосток со своими знаниями Владивосток приехал ко мне И фактически Алена на ум Случайно, абсолютно случайно Случайности в этой жизни не случайны Алена, расскажите? Ну, вкратце, конечно, расскажу Я скептически относилась к шоу «Битвы экстрасенсов» Честно говоря, не смотрела ни одного сезона Я переключала Вообще, я не любитель телевидения, как бы у меня там свои Кого мы здесь держим? Да, но случайно попав в Москве, я была по своим делам То есть своя командировка была Подруга моя целенаправленно летала к Фатиме Магомедовне С определенными вопросами У нее все получилось И необходимо было узнать несколько нюансов То есть какой-то маленький нюансик доработать И она мне звонит в панике «Ты в Москве? Пожалуйста, вот адрес, зайди» Я захожу в шоке Очередь Люди с разных городов Записаны заранее за месяцы И я тут такая «Здравствуйте, можно на пять минут?» Я только... Да, мне только маленький нюансик Да-да-да, мне только вот выпуску, пожалуйста Ну, познакомилась, получается, с помощницей Мне выделили небольшое время Попросили у людей, которые записывались заранее Из порога, вот я только захожу в кабинет Да, помощница Фатима Магомедовна Объясняет ситуацию, что я не на прием Я так мимо проходила Не на минуточку Фатима Магомедовна на меня смотрит Говорит, а не на прием Но вам надо сделать вот это, вот это и вот это И тут я потерялась, зачем я пришла А в каком смысле вот это, вот это и вот это? Ну, у меня... Это какие-то личные советы, видимо? Да, это какие-то личные, это и озвучить, к счастью, к сожалению К счастью, все к счастью Не могу, но я немножко в ступор впала И я поняла, что надо иногда смотреть Тут же я приобрела несколько книг Сейчас я уже прочитала две Появилось желание дикое поделиться Вот Фатима Магомедовна, это женщина Ну, вот настоящая женщина Как говорится, правильная фраза Благодарить Благо нести, благодарить У нее есть дар Она может уже учить, передавать свой дар И эти познания, я считаю, многим помогут То есть, если мне эти книги, допустим, лет 18 Да я бы ух наворотила, скажем так Поэтому я очень благодарна судьбе Что случайности не случайны Теперь вы верите Да, я очень заинтересована всем этим И хотелось бы поделиться Я перебью сейчас Аленушку Хорошо Сказав о том, что таким образом Владивосток сам приехал ко мне Сам приехал, да И главный посыл был уже у Алены Это такой Вы понимаете, это надо Это надо людям Мы находимся очень далеко Владивосток, это окраина, там, Россия Мы где-то там А у вас все происходит в крупных городах, в центрах То есть, вы мегаполисы, вы уже извращены количеством знаний А надо делиться, нужно это вести вот именно в регионы А на сегодня Приморский край – это ой, какой регион Здесь происходят глобальные события Сами по себе И мирового значения И народ должен готовиться к этому Не хватает определенных знаний И поэтому Алена на протяжении долгого времени говорила об этой истории Я очень легко отношусь И сказала так Ален, если у людей есть интерес и будет запрос А не только твое желание отдать, поделиться с ними Не вопрос Я открываю школу Я, пожалуйста, буду благодарна тебе за то, что ты будешь представителем А это может получить только тот, кто любит то, что он делает И мы как раз стали рассматривать эту историю С тем, чтобы открыть здесь профессиональную школу Школу Фатимы Хадуевой Ну, то есть, Фатима Хадуева – это я отдельно А есть школа Фатима Хадуева Потому что там есть научные руководители То есть, мы даем знания И эти знания позволяют вам строить свою собственную жизнь И исправлять собственные ошибки У нас каждый студент проходит экзамены И могу вам сказать Люди, которые прошли год обучения Из 20 человек только 5 человек получают дипломы Остальные получают сертификаты Очень жестко Но каждый человек, который получит диплом школы Фатима Хадуевой Я знаю, чем он будет обладать И я знаю, как он будет думать И я знаю, как он сможет помогать людям Я думаю, что, может быть, некоторые телезрители сейчас не совсем поняли Какие конкретно знания вы будете давать Но я, посмотрев огромное количество ваших интервью Почитав их, я поняла, что вы действительно даете очень важные знания Вообще, очень полезные в жизни каждого человека Потому что вы, например, говорите, что каждый из нас У нас есть у всех интуиция То, что называется интуицией, во всяком случае Но иногда человек очень ленивый, как вы говорите Вот не могли бы продолжить на эту тему немного порассуждать? Все очень просто Откуда мы всегда получали знания? Мы получали их из семьи У нас бабушка, внука, родители, детям Передавали определенные знания, традиции И у нас всегда мы знали Как это сделать, что мы получим Как это делать, это мы получим На сегодняшний день есть девочки, которые рожают ребенка в 25 лет, в 30 лет Они не умеют его пеленать Они не знают, как его кормить, как его держать Вы понимаете? Вот это называют... У нас нет семейно-строительного института Моя школа – это фактически формирование знаний Которые приведут к семейнообразованию Правильному передачу знаний наших предков Вот это я все восстанавливаю, сохраняю и передаю Возникло тогда, когда я столкнулась с тем, что Я не знала, что люди не знают самых простых вещей Самых простых вещей Вот то, что они называют Ой, это интуиция, нет, это я не знаю, откуда я знаю, да? Бывает же состояние? Абсолютно Я не знаю, откуда я знаю Так вы понимаете, в чем дело? Это сокрытые внутри вас дары Это яснознание Вы знаете, только вы вспоминаете иногда это Задача не нахвататься чужих каких-то знаний А научиться вскрывать свое, свой потенциал Вы часто слышите о том, что все знания внутри нас Внутри нас вся вселенная, да? Поверьте мне, это действительно так Только ключей не хватает Вы ломаете, берете не те ключи Иногда это может быть скрипичный ключ Вы открыли в себе талант певца, музыканта И это тоже очень важно Вы должны раскрывать себя И когда спрашивают, можно ли развить экстрасенсорные способности Нет, невозможно Можно лишь только развить себя Чтобы твои способности все вышли И ты смогла ими пользоваться Давайте сейчас сделаем небольшую паузу в нашем разговоре Мы прервемся на короткую рекламу А после продолжим Оставайтесь с нами А мы продолжаем наш разговор Хочется немножечко вернуться в прошлое Ваше прошлое Я это делаю каждый раз Ну тем более С любым обращением человека Не могу вас, конечно, не спросить Потому что нас будут смотреть и ваши поклонники Я думаю, всем будет интересно лично от вас Услышать историю, когда вам было 5 лет И случилось вот это первое видение Или как это правильнее назвать В общем, вы поняли, что у вас есть дар Это было состояние Это нельзя назвать видением Каким-то таким фантастическим состоянием Тем более мы в 5 лет, 5-6 лет Мы не понимаем, что это существует И что этого нет Реальность, а где нереальность Понимаете? Мы воспринимаем мир таким, какой он есть И так сложилось, что я жила в центре Махачкалы У нас был свой частный дом Я родилась в доме на земле И я никогда не знала, что есть какие-то многоэтажные дома И вот у родителей государство выкупило дом И дали им квартиру Это был пятый этаж Это был последний дом на краю Махачкалы Это было, наверное, с точки зрения бытовых вещей очень плохо Но с точки зрения созерцания Это было потрясное состояние Потому что со своего балкона Я видела через 200 метров Каспийское море Потрясающе А остальное был песок С другой стороны я поворачивалась Шла к другому окну Я видела озеро большое, огель И сразу за ним горы И это состояние нельзя было описать И вот в очередной момент я смотрю Встречаю рассвет То есть это же все видно Вот оно встает, солнышко Оно просыпается Смотришь на него Так это все красиво и быстро Я начинала быстро считать За сколько секунд солнышко поднимется И в момент очередного просчета Я понимаю, что что-то происходит Это было первое состояние Когда я почувствовала, что что-то меня начинает как-то вот шатать Я так раз быстренько ушла Пошла домашними делами заниматься Мама встанет Как, даст ли меня за то, что там посуда не помыта Рано утром Я созерцанием занимаюсь Вот И второй раз, когда это все произошло Это было уже вечером Это когда я смотрела на Луну А вы знаете, когда Луна такая красивая Лунная дорожка идет по морю Ну это все-таки озеро Каспийское Но по морю, к берегу Это было очень-очень красиво Я вижу, как вот эта лунная дорожка начинает расходиться Сходиться Как это все начинает меняться И вот эти картинки Для того, чтобы описать, как это было максимально красочно Всегда всем говорю Пятый элемент Помните, когда она сидела на заднем сиденье Раскрывала ноутбук И все события происходили очень-очень быстро Вот так же у меня Перед глазами Но только я внутри оказывалась этого события Это и землетрясение Это и цунами Это и пожары Это и рождение детей Это и смерть Это все происходило так быстро Что я лишь только это наблюдала Потом эту картину я увидела в фильме Люка Бессона Как это зовут ее? Ли-ли-лу-ли-лу Лилу Лилу Вот Вот в этом фильме я это увидела И знаете, мое состояние? У меня сердцебиение так участилось Что вот он Он смог это передать То, что я чувствовала И с того момента, конечно, ты становишься взрослой Твоя жизнь не может быть уже прежней Вот так это произошло? Ну, в любом случае, я так понимаю, что, конечно, не сразу вы поняли, что произошло Не сразу осознали Конечно же, я даже не поняла, да, это или что это такое происходит Я наблюдала это, я ощущала это, но я поняла только одно Что что-то изменилось, что что-то случилось И я быстрее стала думать И думаю, я с тех пор И говорю очень быстро Иногда меня за это даже Дети говорят Мама Тормози Я говорю, я не тормоз Я газ И уже спустя какое-то время Вы стали немного старше Вы занялись дзюдо Это тоже был, кстати, такой поступок Вы говорили, что вы были мальчишкой Как мальчишка по характеру Ну, я почему была? Я и есть И есть Когда люди делят человека на инь и янь Мужское и женское – это большая ошибка Первое, чем я учу в школе То, что в каждом из нас внутри есть и инь, и янь И мужское, и женское И у нас у девочек иногда бывает, что наш внутренний мужчина гораздо сильнее И наша девочка сидит тихо в уголочке Ждет, пока этот мужик ее наиграется И не раскрывается А так мы коня останавливаем нашим внутренним мужиком Пожары там тушим Тоже нашим внутренним мужиком Поэтому рекомендую девочке Выпускайте нашего мужчинка Пусть он радуется жизни И гуляет где-то там А девочка должна цвести и пахнуть Конечно же, это не сразу я поняла Но у меня появилась большая тяга У меня изменились вкусы У меня изменились желания Я не могла прожить ни дня без книги У меня мама специально пошла работать На базу книготорга Откуда книг тогда не было Чтобы доставать Конечно 70-80-е годы И она пошла специально, чтобы приносить мне И что я читала и учила Это были сказки всех народов мира Были и легенды Там все сокрыто Там сакральные знания Которые еще у нас не украли И химия, физика, биология, естественные науки Они очень сильно мне помогали С учетом того, что когда у тебя идут изменения Перерождение, мозг у тебя расширяется Это очень больно голове Вот Что еще помогло Это, конечно, физическая нагрузка Без дисциплины, без режима Без повторения определенных действий Никогда вы не добьетесь результата Если кто-то хочет стать волшебником Прийти и сделать Ручки сложил Посмотрел Промедитировал Ахалай-махалай сделал И все случилось Это неправда Вот ахалай-махалай Даже медитацию Нужно делать постоянно То есть тренировать Повторять Практиковать И тогда получится результат Не знаю, совпадение или нет Вы сказали про сказки Буквально за несколько дней до встречи с вами Мне захотелось перечитать сказки почему-то Я прям поставила цель Найти одну определенную книгу и почитать Здорово У меня маленький советик Старайтесь искать сказки Старых годов выпуска Тогда вы увидите без измененного состояния А то у нас почему-то какие-то цензоры появились И сказки немножко меняют Знаете, это как вот волка заставить Не курить Ну погоди, да? Ведь многим сказали Бедный заяц Волк над ним издевается Да неправда это Жертва там волк Что с ним заяц-то делает? Вот так и во всех сказках есть Сказка ложь Доменамек Добрым девицам Не только молодцам Урок Очень меня также поразила ваша история Когда вы беседовали даже с боевиками Будучи тележурналистом Это работа Это самая обычная работа Работа журналистом Это очень интересная история Журналистов, новостника тем более Нет, но ведь вы как читала в вашем интервью Не знаю, подтвердите вы сейчас или нет эти слова Мое ли это было интервью, кстати У меня очень много фейковых А, ну вот тем более Тогда давайте опровергнем Либо же подтвердим Что вы интуитивно чувствовали, куда конкретно ехать Прибегали на телеканал, на котором работали Говорили, едем туда Да, вас спрашивали зачем? Да, это абсолютная правда Это абсолютная правда И, ну, я все секреты сейчас буду рассказывать Журналисты Владивостока будут этим пользоваться Ладно, даю совет Любите то, что вы делаете И делайте то, что вы любите Если вы журналист Если вы работаете Работайте честно То есть будьте в этом навсегда А не так, что все ленивые В интернет залезли Проштудировали все эти порталы Нашли какие-то новости Совместили Раз, раз, раз И далее Вот так и появляются слухи Сплетни разговора И искажения информации Да, не то, что чисто интуитивно Я настолько любила эту работу Я была счастлива, что я в ранге Попала в этот сказочный мир телевидения Он же запредельный Зазеркальный И мне нужно было удивлять больше У меня не было образования журналистского И трудолюбие Трудолюбие И поэтому я напрягала мозг Я расширяла свое сознание Я успокаивалась Ходила к морю Сидела на камнях Напитывалась вот этой свободой и радостью И, конечно же, интуиция стала работать вот так Еще больше Раскрывались мои способности Я залетала и говорила Я сегодня еду в Буинакс Я сегодня еду туда Я это делаю У меня все время главный редактор говорит Сумасшедшая, ты когда-нибудь остановишься? Я говорю, если я остановлюсь, закроют программу Не поверите Я уехала из Дагестана Программу закрыли на следующий день Потому что сказали Как будто бы она вымерла А я говорю, никто не любил то, что Так, как я любила эту работу Да И этим надо пользоваться Доверяйте себе Лучше пожалейте о том, что вы сделали Чем о том, чего вы не сделали Догадайтесь задать вопрос Успейте это сделать Понимаешь? Нас тормозит только наш внутренний страх Что ты можешь получить? Ну, пощечину тебе тут Ну, пошлю тебя Развернись и дальше Был также в вашей жизни и мединститут Который тоже читала Очень помог вам Не надо сыпать соль на рану Но ведь эти знания и сегодня наверняка Очень сильно помогают вам Я безумно люблю медицину Я настоящую медицину люблю И мало того, это не медицина Это врачевание И когда говорят Я занимаюсь наукой медицины Люди не понимают, что они говорят Нету такой науки медицины Нету, это не наука Медицина – это свод знаний иных наук Биологии, анатомии, химии, физики Понимаете, да? Люди безграмотные стали И вот эта безграмотность Непрофессионализм Она просто разрушает Мы не можем даже детям передать эти знания Правильно? А передаем все искажения Я бы анекдот рассказала, если бы не эфир На эту тему Медицина для меня Я мечтала о ней Я с 14 лет в медицине У меня красное диплом медучилище Я первый курс мединститута сдала Анатомию на 5 стой Я поступила в мединститут с одним экзаменом За 20 минут Настолько я хотела Я любила это все Поэтому это никуда не денется Это во мне внутри И я этим живу Без медицины Ну, то есть без анатомии Без врачевания Без целительства Я уже жизни не представляю И когда задают мне вопрос Вы целитель? У меня в образе стоит бабушка Травки заваривает Ну, целитель, да? Какой-то там воск выливает Я это все умею делать На всякий случай Я экзамены сдала 2,5 тысячи лет назад Факультативом на эту тему А смотрите, что такое целительство Целительство – это цель Сделать целое Понимаете? Очень интересно И когда ты делаешь целостным Тогда у тебя все хорошо Анна ненавязчиво подвела К новой программе К новому обучению Да, и где Фатима Магомедовна Опять же делится знанием Это квадись знаний Самое большее Это действительно так Если я раньше скромничала Сегодня я могу сказать Да, я действительно очень много знаю Я не просто называю себя яснознающей И я готова с ними делиться Но люди должны понимать Что бесплатного сыра Не бывает И ваши вот эти стоны Ой, помогите мне А вот вы опять там За деньги это даете На меня У меня бронежилет У меня энергоиммунитет На это все Я знаю, чего это стоит Каждое свое знание Это потраченные Мои ноги, руки, энергия Это сворованное время У моих собственных детей Для того, чтобы вы это Просто в готовом виде взяли Научились и передали своим детям Поэтому всех недовольных Прошу выйти из зала А всех, кто готов Пожалуйста Я лично для этих людей Приготовила Те, кто хочет это сделать Специальный марафон Я не любительница Этих всех проектов Особенно интернет-проектов Вот Марафон, который называется От Рождества до Рождества Этот проект включает в себя Ответы на те вопросы Которые люди задают Как правильно приготовиться К Новому году Поверьте мне Неважно, в каком вы платье будете Розового, желтого цвета Севиньи или нет Важно, что вы там будете делать Как это будет Это особый такой ритуал Который создается семейный И вот в этом марафоне Я каждый день Даю по определенному заданию Когда, выполняя его Вы правильно перейдете И сделайте обережку Своему роду Своей семье Своей любовью Своими действиями Которые безошибочно Безошибочно Без нарушения проводки Укрепляют Вашу семью И еще Маленький совет Год свиньи 31 декабря Отмечать не надо Он будет 5 февраля Не обижайте собаку То есть собаку Если вы гоните Раньше время из дома Вы же понимаете Собака это друг Друг человека Так Что же мы будем делать потом Поэтому Столы должны быть полными На столе Обязательно должен быть По возможности Грамот Это фрукт Кто не понимает Желательно раскрытый Уже Без мандаринов Нового года не бывает Потому что мандарин Все равно дает Не только аромат Но он возвращает нас В детство Одевайте по возможности Либо новую вещь Которую Если не смогли сделать Найдите бантик Прикрепите девочки туда Но это не сложно сделать Либо дайте этому Мол платью Или наряду Новое состояние радости И в конце концов Просто будьте добрее Не отвлекайтесь на ничего лишнего Не нужно лишней суеты Потому что наши люди Любят очень сильно суетиться В Новый год Что иногда раздражает близких Правда же Меня больше всего раздражает Ну вам что Сложно что ли Заранее все просчитать Подготовить Выстроить план Да В Новый год 31 числа С утра Проснуться Когда хотите Дома уже все чисто Сидеть Смотреть фильм И нарезать этот салат Оливье В принципе остатки Остальное можно было Заранее сделать Все Не надо суетиться Абсолютно правильно Сказано И все тогда пойдет Как по маслу Хорошо Хорошо Это ваш праздник Спасибо огромное вам За этот эфир За то что пришли к нам сегодня Еще раз благодарю вас И не могу не задать вопрос Напоследок В конце нашей программы Мне кажется что у каждого города Есть своя энергетика какая-то Каким для вас стал Владивосток? Первые впечатления Семь утра Семь утра Семь утра Да Еще позавчера Да Или вчера Хочу сказать так Владивосток Единственный город В котором я осталась На дополнительный один день После съемок Во всех городах я бываю Время прилета Съемка Время отлета Владивосток Единственный И первый пока город В котором я осталась На один день Это первое Второе Я благодарна Представителям Владивостока Которые Заботятся о вашем регионе О Приморском крае И честно Я так люблю морепродукты Я так хочу Чтобы здесь была школа Чтобы приезжать Морепродукты есть Пока будут другие работать Мы бы очень рады были Видеть вас чаще И всегда ждем В гости в нашей студии Конечно за одну программу Невозможно обсудить все С вами безумно интересно общаться Спасибо вам за то Что пришли к нам Спасибо за этот предновогодний подарок Благодарю И с наступающим Вашим Новым Годом Спасибо Я напоминаю Что это была программа Время говорить В студии работала Анна Бережная Увидимся на восьмом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова